Седьмой класс, 24 серия. Графы. Граф – это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Точки – это вершины, линии – ребра. Степень вершины – это число ребер, выходящих из вершины. Давайте найдем степень каждой вершины, того графа, который представлен на рисунке. Выходит 2 ребра, значит степень равна 2. А здесь выходят 3 ребра из вершины, значит степень равна 3. Если степень вершины число четное, то такая вершина называется четной. В данном графе две четные вершины. А если степень вершины число нечетное, то это нечетная вершина. В данном графе две нечетные вершины. Если найти сумму степеней всех вершин и разделить на 2, то мы узнаем, сколько ребер в графе. Давайте найдем сумму степеней. 3 плюс 3 плюс 4 плюс 2 – 12. 12 надо разделить на 2, будет 6. Давайте проверим. 6 ребер должно быть в графе. Одно ребро, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. 6 ребер в графе. В любом графе количество ребер вдвое меньше суммы степеней всех вершин. То есть, если известна степень каждой вершины, можно найти сумму степеней всех вершин, разделить на 2, и тогда мы узнаем, сколько ребер в данном графе. Даже не выполняя построение графа. зная степень всех вершин, можно сказать, сколько будет ребер в графе. Вершина называется висячей, если степень этой вершины равна 1, а изолированная вершина имеет степень, равную 0. Из изолированной вершины ребра не выходят. Первая задача. Сколько диагоналей у выпуклого 20-ти угольника? У 20-ти угольника 20 вершин. Диагональ – это отрезок, который соединяет две несоседние вершины. Значит, если всего 20 вершин, значит, 20 минус 3, потому что две вершины соседние, и кроме того, надо вычесть еще один. Это та вершина, из которой проводится диагональ. 20 надо умножить на 17, а затем разделить на 2, потому что одна диагональ на две вершины. Так, и получаем ответ 170. Другими словами, можно условие было сформулировать так. Сколько ребер будет в данном графе, если в графе 20 вершин, степень каждой вершины – 17. Значение этого произведения надо разделить на 2, и тогда мы узнаем, сколько будет диагоналей. Задача вторая. Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит по 7 дорог, быть ровно 300 дорог? Другими словами, можно ли построить такой граф, в котором из каждой вершины выходит по 7 ребер, а всего в этом графе 300 ребер? Допустим, это возможно. Допустим, х вершин в данном графе, ну или х городов в данном государстве. Из каждого выходит по 7 дорог. Значение этого произведения, если разделить на 2, то получится 300. 300 ребер в графе или 300 дорог в государстве. Давайте попробуем найти значение х. Х – это число городов, ну или число вершин в графе. Х умножить на 7 – это 300 умножить на 2 – 600. Чтобы найти х, 600 надо разделить на 7. 600 на 7 не делится. Значит, такого быть не может. Давайте рассмотрим тему вероятность. Основное понятие в теории вероятностей – понятие случайного события. Какое событие называется случайным? Это такое событие, которое при одних и тех же условиях может произойти, а может и не произойти. Например, если подбрасывается игральный кубик, а на гранях игрального кубика точками обозначены числа от 1 до 6 включительно. Так вот, случайное событие – выпадение шестерки. То есть шестерка может выпасть, а может и не выпасть. Событие называется невозможным, если оно не произойдет. Если подбросить кубик, например, 7 выпасть не может, потому что такого числа нет на гранях кубика. Достоверным называется событие, которое произойдет обязательно. Подбросили кубик один раз, и выпадает число, которое меньше 7. Это достоверное событие. Что такое абсолютная частота? Допустим, подбрасывается кубик игральный, и три раза выпала шестерка. Так вот, абсолютная частота – это 3. Что такое относительная частота? Допустим, кубик подбрасывали всего 10 раз. 10. И из 10 раз шестерка выпала 3 раза. Значит, относительная частота – 3 десятых или 30%. Толстой, точе говоря, 0.15% на моем настроении. Толстой и contractorsом максим, такие люди вложены everywhere, и simpat avta кубики-линики. Продолжение следует...